Маленькие финские домики 50-х годов постройки, небольшие двухэтажные дома. Все это клюквенный. Есть в этом некий антураж, но только на первый взгляд. Бывший военный городок, 25 домов, 23 из которых признаны аварийными. Сегодня расселение здесь ждут 187 человек. Ольга Ивановна Воронова проживает с семьей в доме номер 29 с начала 90-х годов прошлого века. Уже все разваливается, трубы все изношены, полы уже тоже все, окна никакие. Осенью в Клюквеном началось строительство нового жилого комплекса. Здесь же предусмотрено и расселение жителей аварийного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Исполнение проекта на контроле у муниципальных региональных властей. Так депутат Мособлдумы Николай Черкасов проверил ход строительных работ и пообщался с жителями Клюквенного. Вопрос переселения из Ветхова жилья стал одной из главных тем объезда депутатов. Детский сад на 120 мест, торговый центр, бассейн, фитнес, спа, салон и зона отдыха, бывшее стрельбище, которое было стрельбище. Значит, здесь зона отдыха. Значит, автопаркинг 5 штук, они просто здесь половинчатые, на 850 машиномест. Всего машиномест будет 1145. Здесь начато активное строительство площадки и первый стартовый дом, куда будут переселяться 187 жителей, которые сегодня проживают в этом аварийном фонде, они будут переселены в этот дом в конце 2021 года. В ближайшие годы на месте старых и ветхих домов бывшего военного городка планируют построить новый микрорайон. Уже сегодня в Клюквеном идет возведение двух домов комплекса. На площадке трудится более 40 рабочих. Здесь два жилых дома, четырехсекционных, семиэтажных, номер 5 и номер 6. Значит, номер 5 уже возведены до второго этажа. Номер 6 мы начали заливку, монтирование фундаментной плиты и гидроизоляцию. Пообщался Николай Черкасов с жильцами дома номер 57 села Трубино. Ранее от жителей поступали обращения. Трехэтажный жилой дом, возведенный в начале 90-х годов прошлого века, нуждался в серьезном ремонте. Так, управляющей компанией были выполнены ремонтные работы входных групп, отмостки, вокруг дома. Отремонтированы и два подъезда. Еще в одном работы продолжаются. Сделали полностью ремонт, полностью потолок, шпаклевали, размывали, красили. Прямо в подъезде? В подъезде. Просто красота. Молодцы. Работали ребята и выходные начали прям 4 ноября на Казахстане. Это какой подъезд ваш? Третий. У вас какие вопросы еще есть? И самое главное, чтобы на этом не закончилось, чтобы она продолжалась работать до Победного. Чтобы это устранить с кирпичами и с утеплением дома. Самое главное утепление дома. Буквально без раскачки сразу же тут же управляющая компания взялась за реализацию вот этих вопросов, тех проблем, которые жители обозначили. И сегодня мы видим, по прошествии небольшого времени, я скажу, ну, наверное, немного можно найти управляющих компаний в Московской области, которые так оперативно и, главное, качественно, с такой высокой оценкой жителей реализуют их пожелания. Дом обслуживается с 2018 года. У нас жители к нам неоднократно обращались по проблемам данного дома. Мы запланировали работы, поставили в план текущего ремонта. Немножко, конечно, мы сдвинулись с графика, потому что была подготовка к зиме. Домов много и дома в возрасте уже, поэтому требуют определенного большого внимания. Самый сложный проблемный вопрос – это утепление фасада. На следующий год мы пересмотрели программу по этому дому, включили его также в кровлю, чтобы комплексно подойти. Анна Балиет, Валерий Жегле, Щелковское телевидение.